Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хочу поделиться с вами довольно-таки простым, но главное, хорошим и проверенным рецептом приготовления классического ванильного бисквита. Итак, нам нужно, естественно, отделить желтки от белков. К белкам добавляем немножечко соли и взбиваем. И точно так же поступаем и с желтками. На этот рецепт я использую 4 яйца. В общем, так, объясню просто. Сколько вы берете яиц для бисквита, столько же используете столовых ложек муки и сахара. То есть у меня на 20-дюймовую форму я использую 4 яйца, 4 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки муки. Все. Итак, к желткам добавляю половину сахара, взбиваем до бела. И точно так же я добавляю к белкам 2 столовые ложки сахара. И на этом этапе добавляю еще ванилин. Можно добавить ванильный экстракт и ванильный сахар, здесь уже по желанию. И взбиваем белок до устойчивых пиков. Вот белки у нас получаются довольно-таки плотные. К желтковой массе вводим твердь белка аккуратными легкими движениями. У нас должна получиться вот такая вот масса. И сейчас я сюда просеиваю 4 столовые ложки муки. Хочу дать маленький совет. Если вы не уверены в своей духовке, тогда добавьте еще чайную ложку разрыхлителя. Тогда у вас все получится 100%. Просеиваем муку. Я добавляю еще чайную ложку разрыхлителя. И вмешиваем муку в яичную смесь. И на этом этапе можно добавить еще немножко белка. И перемешиваем. У нас получается довольно-таки плотная густая масса. И вот эту вот яичную желтковую смесь с мукой добавляем уже к оставшемуся белку. И аккуратно перемешиваем. Здесь уже в этом рецепте главное все правильно вести. Куда муку, куда желтки, когда белки. И когда у вас все получится. Главное не торопитесь. Вот видим, у нас получается масса вот такой вот консистенции. Довольно-таки плотная, не жидкая. Берем форму, выстилаем пергаментом. И я застелила еще бортики, чтобы бисквит может высоко подняться, чтобы он у нас не убежал. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Все зависит от мощности вашей духовки. Готовность проверяем зубочисткой. Зубочистка у меня сухая, значит бисквит готов. Даем ему остыть. И уже можно формировать тортик. Я разрезаю бисквит с помощью вот такого вот инструмента. Ссылочка будет в описании под видео. Вот вы видите, какой бисквит получается нежный, воздушный, плотный внутри. Это очень важно. Хорошо испекся. Он простой, а главное вкусный. На 4 яйца у меня получается бисквит высотой 8 см. И сейчас я вам покажу, как я с этого бисквита формирую тортик. Это очень вкусное сочетание, вкусно и интересно. Я делаю обычный сметанный крем. И вот сейчас я добавляю вишню. Это у меня варенье из вишни с желатином. Ссылочка будет в описании под видео. Это очень хорошая штука. Я готовлю по этому рецепту довольно-таки много варенья. И всегда добавляю бисквиты. Тогда торт получается интересный и очень вкусный. Вот таким вот образом я формирую довольно-таки неплохой, вкусный, красивый тортик. Второй бисквит я тоже пропитала внутричную сторону. И вот с помощью такого бисквита я украсила двухъярусный тортик. Этот бисквит у нас на втором ярусе. К сожалению, фото в разрезе я не могу вам показать. Этот тортик я готовила в день Кристин Андрюши. А первый ярус я сделала из торта из шоколадного бисквита на кипятке. Вот в принципе и все. Вот такой вот рецептик. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и приятного вам чаепития!